всем при дорогие друзья с вами я александр михаленко сегодня мы выполним небольшое восхождение на вершину горы а позже отправимся смотреть самый красивый виноградник крыма ну надеюсь вам будет очень интересно прошу вас поддержать видеоролик лайком и желательно развернутым комментарием но мы начинаем погнали а находимся мы сейчас в поселке междуречье я уже здесь был много раз показывал вам его неоднократно но обычно мы поднимались вон на те горы друзья сегодня выполним восхождение на другую вершину на которой я еще не был которая находится на противоположной стороне поселка получается но отсюда вид кажется не очень но когда мы поднимемся вы увидите всю красоту здесь стать обнаружил вот такое озеро но это как водохранилище скорее всего этого поселка потому что он ведет какая-то труба скорее всего отсюда поселок и питается водой воды как мы видим много друзья конечно смотрите как красиво смотрится то горная вершина на фоне этого озера вот сюда нора нужно будет приехать зимой когда она покроется льдом когда будет снежок и сделать пару интересных кадров красота ну что не будем терять времени нам сегодня еще нужно попасть на самый красивый виноградник крыма и еще хочу показать вам море но до моря не знаю доберемся или нет постараемся но сейчас делаем восхождение на вершину горы посмотрите как интересно вырос куст прям здесь в этом озере воде растет необычно кстати смотрите озеро окружена горами видите вокруг одни горы лес уже в основном скинул свою осеннюю листву остались вот некоторые деревья и скорее всего это дубы потому что они прям очень долго стоят с такими желтыми листьями те вот они . не выделяются но ничего осень по чуть чуть проходит скоро уже зима новый год уже через два месяца друзья поэтому ждем теперь снега в крыму хочется и снег нам поснимать но мне прям очень понравился вот этот куст это деревце которое здесь посмотрите там вода изумрудного цвета за того что точки не видно что на изумрудное было бы солнцем и бы это все рассмотрели более в красивом ракурсе и цвете зато скумпия сейчас в самом своем цвету смотрите как выделяется пестро такой яркий бордовый цвет на фоне величественных гор красивых конечно смотрите какие деревья чем здесь каком небольшом овраге смотрится живописно и ярко подъем на эту горку для занимает всего лишь минут 20 наверное любой желающий может подняться но не знаю на самую макушку мы сможем закарабкаться потому что там такая скала но попробуем и там просто ни разу не было не могу вам сказать заберемся на вершину либо нет но я постараюсь здесь часто в горах можно встретить коз это друзья домашние коза местные жители и держат так стадо и тяг бежит прямо с горы на котором мы поднимаемся а часто на велись проходите не буду строгать идите и еще стали вы для него очень много бояться не бойтесь обходите вокруг если боитесь но вот так идет выпас коз сами по себе выпасаются и кстати обратите внимание уже начинает вырисовываться очертания нашей горы на которую выполняем подъем ведь такие здесь острые зубцы идут как пила какая-то нам нужно на самый верхний зубец и кстати вот такая здесь красота гора которая на фоне она издали смотрится очень живописно и рельеф вот этот посмотрите вот сбоку внизу горы видите как будто она пробилась вот так и земли прям конечно шикарнейший вид все деревья такие желтые о ну осень у нас представляю какой вид будет сверху когда мы покорим эту вершину небольшая вам панорама гор и того озера откуда мы с вами пришли вот она места здесь очень живописные видите дальше начинается поселок немного но поднимусь выше покажу вам весь вид на поселок и там где-то за вот этими горами уже море туда на все тоже нужно добраться пешочком конечно расстояние не близко и ну километров я думаю 8 может всем может меньше не знаю как пройду скажу в конце ролика сколько сегодня прошли но красота конечно шикарная ну что я уже почти на верху вот на минутах 10 хочу вот тут пройтись это возможно вот этой скале в этих скалах встречаются вот такие обточенные водой камни когда-то здесь было друзья но мирового океана видите сейчас эти скалы собрались такой конгомерат и состоят из тысяч мелких таких камней видите как будто цементом их слепили и вот сейчас они представляют собой единую цельную скалу ну кстати вот такие больших камней прям еще не встречал нигде обточенных именно в горах смотрите вот камень здоровенный какой и вот тоже снизу гора казалось не очень примечательно но когда ты поднимаешься повыше то друзья видите и открываются с нее пейзажи и вообще какая она какие здесь зубцы острые час уже не хочу пройтись ведь мы здесь с вами впервые это очень круто когда ты посещаешь горы на которых еще никогда не был красота смотрите вид из властелина колец здесь такие горы на фоне он гора выглядит все необычно красиво так ну и здесь сейчас должен быть такой горный хребет по которым мы наверное пройдемся да смотрите вот он каменный просто такой хребет дорога с прекрасным видом так как нам спуститься пониже так прыгать друзья смотрите вот это место вот это смотровая я даже не ожидал что здесь будет так круто сейчас покажу вам вид с нее смотрите о ее высота большая так ну что давайте подниматься сюда хочу прям на самый край дойти вот сейчас увидим этот вид так главное ветер не сдуй меня прошу секунду друзья мы поднялись ветер конечно здесь сильный смотрите на этот вид друзья там вот это класс вот это смотровая площадка а мы еще не на самой вершине чтобы вы понимали так ну и давайте снимем панораму с этой смотровой на и надеюсь вы меня слышите потому что ветер прям очень сильный прям такой же как мы ходили в храм солнце там помните долго ковид руганище вот здесь что-то такое же похоже вот он весь вид на поселок междуречье смотрите какая красота друзья какие рельефы гор необычные и поселок пошел еще дальше в центре поселка самого протекает река называется айсерис раньше назывался так сам поселок но потом переименовали в между речи и получается дома находится справа берега и слева в центре река протекает необычно но вот этот рельеф просто вид на миллион ветер потише не усиливайся я прошу тебя так друзья давайте идти наверное повыше потому что ветер прям уже начинает сдавать с ног надеюсь он сейчас успокоится и мы свободно сможем подняться на самый верх скалы этой друзья ветер реально опять очень сильно начинается смотрите где мы находимся прям на вот этом хребте с такими обрывами я не ожидал что здесь будет такое место интересное но это еще не самая вершина а мы идем на ой-ой-ой-ой-ой на самый верх что полюбоваться самыми красивыми видами так пусть ответ распятаться и ветер уже такой прохладной то мне летний ветерок горячий а уже такой зимний можно сказать обдувает прохладой вас так вот эти скалы трезубцы просто реально как зубцы торчат так камера не тухни прошу тебя мы должны это заснять смотрите вот это сегодня мы места посещаем необычные так ну что у нас и несколько рывков и мы уже будем на вершине этой горы погнали поскорее только что мы с вами были вон там на смотровой площадке сбоку эти скалы вообще по-другому смотрятся тоже очень интересно и вот так друзья очень живописные места прям рекомендую посетить мне снизу казалось что ну просто скала какая-то я не ожидал что будет вот так красиво что будет такие зубцы из таких здоровенных размеров чем-то даже вот эта часть напоминает южную димиржи тоже такие каменные столбы стоят вид на озеро с которого мы поднимались и на вот этот живописнейший хребет просто вот это место мне безумно понравилось особенно на краю вот этого каменного хребта находиться если мне показали вот такую фотку я бы даже не узнал что это за место где он находится но реально много раз здесь был но снизу вообще но не так смотрится как вот здесь с гор совсем по-другому но вот он отсюда еще лучше открывается вид на междуречье смотрите как идет сам поселок вон где начинается и так идет идет в этом ущелье видите до куда дома идут и дальше уже начинаются тоже здоровенные горы и вот наша вершина на которую я хочу подняться надеюсь нас ветром не сдует сегодня но с нее должны вообще еще открываться виды на ту сторону крыма что там находится сейчас тоже посмотрим конечно рельеф этой местности просто космический какой-то так ну что ветерок успокойся пожалуйста так было спокойно сутричка а сейчас видите как ветер разбушевался вы знаете когда я смотрел на эту скалу самого поселка то мне казалось что она прям неприступная потому что снизу к штамм такие обрывы со всех сторон на самом деле вроде бы можно сюда забраться на самую вершину сейчас попробуем это сделать и посмотрим на эти виды конечно лучше не срываться назад нам потому что падать не хочется на вершина уже близко поэтому давайте вверх только только вверх не знаю видели вам угол точнее градус наклона здесь приличный сладить конечно всегда сложнее когда вы куда-то знаете наверх запомните сладить будет сложно но это об этом уже подумаю потом при спуске так блин друзья там можно наверху стать вообще или нет ну что последний рывок наш все уже себя как-то подснять как я лезу неудобно ох и и так ну что мы на я мою ветер начался мы это сделали становиться не буду чтобы не ветром не сдуло смотрите на вид для здесь просто шаг лево шаг право обрывы чтобы понимали поэтому поэтому сидим вот так смирно сейчас еще постараюсь дальше немного пролезть ну что мы это сделали друзья даже встал на ноги уже не так страшно ведь вроде бы чуть утих но все равно посмотрите на эту красоту на пейзажи за моей спиной что-то невероятное высота конечно же снизу казалось поменьше будет новая вершина еще одна у нас теперь заносим список новую вершину кстати на карте никак не обозначено ее название даже не знаю как она называется таскала местные жители которые живут между речи напишите нам правильное название этой скалы так камера тухнет так давайте вид от первого лица покажу вам к сожалению солнце спряталось но надеюсь вам будет все равно видно эти красоты крымских гор вот друзья вот это конечно класс вот это вид смотрите и вот сейчас покажу вам вид на другую сторону холмы ну просто нереально какой-то рельеф и вот такой вид дальше пошла дорога она ведет в горы на перевал маски если не ошибаюсь если это та дорога но вроде бы то видите друзья дальше тоже идут просто горы в будущем мы конечно же по всем горам пройдемся покажу вам весь крым каждый его кусочек непройденной но безумно красиво что здесь еще можно сказать просто хочется сесть и любоваться этой красотой просто какой-то сказочный крым вот этот вид вообще какой-то я считаю нереальный потому что такой рельеф такие горы там красивые внизу еще расположился поселок как будто у подножья вулкана гора на вулкан чем-то похоже смотрите любуемся друзья пока есть такая возможность у нас потрясающий вид просто вот 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 смотрите друзья вокруг виноградники это на въезде в поселок морское но это еще не тот наш виноградник куда мы с вами движемся но все равно тоже тут очевиден такой зелененький вон там на склонах встречается немного красной и вот тут в центре тоже красная такая плантация винограда но все равно выглядит это шикарно и думаю как раз закату доберемся до того красивого винограда сейчас немного постараюсь здесь как-то подснять для вас или отсюда и пойдем может быть в принципе можно сократить наш путь и вот так напрямую пройти наш виноградник находится вон там наверху что делаем ладно пойдемте на ту сторону посмотрим красные виноградники вот эти вон видите как цвет меняется там красный желтый и зеленый пошел долина виноградников так и надеюсь что уже виноград собрали что приняту никто не штрафовал здесь уже у нас встречается тоже красивый виноградник но еще не такой до которого мы с вами идем но листья по чуть-чуть уже такие желтенькие красные смотрите но здесь же виноград собрали как я вижу потому что гроздья виноградные не висят но выглядит супер нам нужно как-то перебраться на другую сторону и вот пока думаю как дорог здесь нету к сожалению она нужен напрямик вон туда горки пройти но сейчас буду что-то думать но здесь друзья уже уже неплохо смотрится виноградник но это не тот про которым говорил поэтому дождитесь сейчас мы до него дойдем обязательно вам покажу его здесь уже виноградник выглядит по красивее ну и здесь ведь не прошел еще сбор поэтому ходить здесь опасно сейчас дальше пойдем покажу вам просто рвать конечно ничего не будем но считай вообще на повезло увидеть гроздья винограда смотрите когда листва полностью опадает его в походу потом собирают потому что без листвы его хорошо прям видно на веточках как он висит ну и вот такие гроздья винограда просто облеплена облеплен весь виноградник вот смотрите видите видите но это еще тоже не тот виноградник которого мы с вами движемся тут будет чуть подальше там уже точно сбор прошел поэтому покажу вам его смотрите виноградом усеяна и грозе такие здоровенные прям вот моя рука чтобы оценили размеры смотрите красота увидели друзья все таки мы как созревает виноград на крымских виноградниках и это просто кайфово вот он смотрите просто все облеплена виноградником 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 зрелище шикарная и вот дальше ряды тоже пошли все винограде еще немножко покажу и уже будем подниматься повыше вот видите красота среди гор находимся нереально вот вам небольшой вид сверху на виноградники на эти где еще растет виноград но в этой части листва прям уже совсем посыпалась у него интересно тот виноградник которому я иду там листва не осыпалась я надеюсь ну вот так все это выглядит все красочно друзья я уже очень тороплюсь прям бегу чтобы успеть на закат красиво посмотрите ну красота какая на фоне у нас горы здесь виноградник разноцветной шикарная считаю кадры у нас уже сегодня точно удались но идемте смотреть на самый-самый-самый красивый только как нему дойти я уже и не помню отсюда обычная с трассы поднимался с такого ракурса еще не заходил вроде были заходил но сейчас будем искать здесь вроде бы листва еще не осыпалась снизу вот они ряды виноградника видно было вот разноцветный в этой части и в основном по крыму везде вот такой разноцветный лист винограда желтый красный и вот сейчас движемся на тот виноградник где цвет от цвет листьев одного цвета одинаковый так сказать у скумпий тоже праздничный наряд смотрите как она стала пушистая но это семена уже скумпии листочки все красные я уже поднимаюсь в горку потому что наш виноградник растет не ложбине вот так а на горке друзья я прям забегаю сюда солнце очень быстро садится смотрите на эту долину господи как красиво ну поторопимся друзья я практически добежал сейчас солнце сядет за тучи вот кто чем я готов не был к сожалению и здесь самый шикарный виноградник за моей спиной полоса желтого и дальше идет полоса бордового красного сейчас на телефон быстро пасем пока солнце не спряталась за тучу за это взгляните на эту красоту на тот бордовый виноградник друзья он такого одного цвета как вы видите все до него поближе дойдем к сожалению как видите солнце уже садится у нас не за горизонта всего лишь за тучу на у нас до самого низа идут поэтому заката сегодня красиво точно не будет но я успел сейчас поближе вам его покажу пойду этот шикарнейший виноградник проходим желтую часть виноградника к сожалению солнца уже за тучей но ничего это нам надеюсь сильно не помешает полюбоваться виноградником сейчас дойдем до бордовой друзья части посмотрим тоже там хочу с той стороны подняться немного на горку показать вам его с высоты как он выглядит но это действительно вот я его считаю реально лучше красивым виноградником крыма самым потому что я в кому такой таких однотонных виноградников больше просто нигде не видел есть красивый но там разные цвета вот мне нравится одного насыщенного такого цвета но сейчас подойду поближе вы все сами увидите так не знаю видно вам отсюда или нет он красный этот виноградник идемте поближе к нему но что друзья осень действительно лучшее время года именно по красочности в крыму посмотрите на эти листья какие они насыщены бордовые как это круто смотрится просто шикарнейшие кадры я считаю этого виноградника у нас сейчас немножко еще поднимусь вверх покажу вам его сверху конечно солнышко пропало но здесь мы уже ничего поделать не можем но ой смотрите здесь зеленая виноградик еще висит гроздь винограда маленькая вот такая на тяну виноградинка попробуем сладкий друзья за что весь собрали вроде бы нам здесь оставили конечно себе там собрал виноград возможно получил бы штраф поэтому их охраняют чтобы понимали лучше винограде здесь бесплатно не собирать а купить уже в магазине и насадится его вкусом вкусом крымская винограда но это просто какая-то сказка сейчас ты чу переднего вид чтобы тоже посмотрели насколько прекрасен этот виноградник все идет съемка от первого лица вот эта красота у нас да друзья поэтому кто хочет себе крутейшие фотки из виноградника крымского то рекомендую конкретно вот этот находится он на въезде в поселок морское там где стоит вот это разрушенное здание такого полукругом идет парус гостиница заброшена не заброшена недостроенная там сразу вверх поднимаетесь над этим парусом и вы попадаете прям на этот виноградник ну просто ох ты смотри какая гроздь тут большая у нас обнаружилось вот такие друзья грозди но небольшая но попробуем все-таки на вкус вкусно просто смотрите на цвет так тут на мотоцикле к там ездить не мешайте нам снимать контент так еще вот так немножко пройдусь на фоне у нас гора кабан мы там уже тоже ходили там находится они как раз язык тролли на этой горе видите просто бескрайние ряды с виноградом господь друзья вид такой живописный но посмотрите какой цвет виноградника где вы еще такой встретите в крыму расскажите ко мне чтобы именно красный был я сейчас немножко поднимусь на холм и уже оттуда вы более подробней увидите весь этот прекраснейший вид вот вам вид сверху ну где еще вы что-нибудь подобное видели где такую красоту можно еще видеть виноградник просто шикарен такой цвет у него сейчас еще выше постараюсь подняться уже то тоже взглянем вон там вдали в горах солнце видите освещают горы хоть бы один лучше с так красиво упал бы к нам на виноградник кадры бы на миллион получились так поднялся еще выше прошелся немного дальше здесь конечно эти первые ряды уже от листья сбросили но вон там центре и он там с краю просто бордовый ковер друзья в живую конечно же это выглядит совсем по-другому камера не передают не сочность картинки вообще поэтому приезжайте смотрите сами и любуйтесь этими видами в живую сейчас на телефон постараюсь приблизить может что-то удастся вам передать так снимаю на телефон надеюсь не надоел вам этими виноградниками друзья но такое бывает раз в году осенью грех не показать вам по крайней мере я считаю это лучше чем ходить по набережным и показывать набережные красота неимоверной ну просто загляденье а а а Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok